Здравствуйте еще раз мои девочки и мальчики! Где мы находимся сейчас? Мы находимся у известного университета Стэнфорд. Очень красивый, очень богатый университет и мы пришли посмотреть на красоту и величие этого университета. Приехали мы с Гузаль и с Анечкой. Они там в машине стоят. Аня нас привезла сегодня. И вот иду посмотреть. Вообще это такой город Стэнфорд университи. Такой и пойдем сегодня гулять. Здесь, конечно, очень красиво. Это вот просто одно из мест. Я думаю, это, я не знаю, фасад здания или нет. Сейчас посмотрим. Мы только-только вышли из машины. Вот там идет Гузаль с Аней. Я стою тоже вот в таком месте. Я думаю, что это фасад. А здесь какая-то пристройка. Я думаю, что еще что-то строят. Да. Вот так вот здесь очень... Здесь учат. Ну вот территория этого университета. Мы пойдем, конечно, сейчас еще ближе. Я стою на таком пятачке, показываю вокруг. Какая же здесь красота. Сейчас покажу вам немножечко. Видите, как аккуратно и красиво сделаны пальмы. Как я сказала, это один из самых дорогих университетов в Америке. То есть после него, по-моему, идет Гарвард. Это вот Стэнфорд. И еще есть Гарвард. Он там на ступень выше. Ну, в общем, в таком вот мы университете. Вот там вот девочки мои пошли. Я не очень сейчас вижу. Ну, вот, по-моему, мы идем рассматривать сам университет. Посмотрим, что. Интересный будет сюжет. Нет, не знаю. Но хочу с вами поделиться, где нахожусь. Ну, вот это вот я. Здравствуйте еще раз. Такое ощущение, что я вообще на каких-то красивых полях Елисеевских. То есть, честно говоря, я не была на Елисеевских полях. Но почему-то пришло в голову именно это название. Хотя знаю, что Елисеевские поля это там, по-моему, магазины. Не знаю. Ну, в общем, красивые поля здесь находятся позади меня. Вот, пожалуйста, мы подошли к кампусу, по-моему. Вот заходим туда. Много народу здесь. Все ходят, гуляют. Очень приятное место. Такая собачка маленькая. Господи, не совсем. Маленький. Как в кино. Мне кажется, я в кино даже где-то по телевидению видела эти места. Все здесь сфотографируются. Место очень известно. Вон наша Гузарь-красавица стоит. Как тебе здесь? Гузарь здесь уже была пару раз, правда? Да, третья. Поэтому она нам... С одной дочкой, с другой дочкой. Ну да, она нам делает экскурсию. Потому что Аня и я, мы не были здесь, а она уже была. Ну, так у меня дети... Так что Аня нас привезла, а Гузарь нам делает экскурсию. Там можно на карте увидеть, сколько нам придется сегодня обойти. Да, и сколько. Пойдем. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот это оранжевое пятно спад. Это там, где мы находимся. И оттуда мы шли по полю. Вот тут вот. Обл написано. Или наоборот, вот отсюда мы шли. Да, вот отсюда мы шли. Да, мы шли отсюда, по этому полю и вот сюда пришли. А вот это вот все... Мейн Квот, это, по-моему, главное здание, главный кампус. И посмотрите, покажу вам, какой он большой. Тут, конечно, я не знаю. Обойти не... Обойти не... За два дня, за три. Это нам надо какую-нибудь машинку для гольфа. Ездить. Ну, что сможем, то покажем. Если что-то не сможем, наверное, можно и по Ютьюбу посмотреть, что это за университет. Но очень интересно мне стало, конечно. Он был построен в 1885. О, ничего себе, такой старый. А, в 1885, да-да-да. Вот, пожалуйста. 1885. И его территория составляет 1200 акров. Вообще, какое-то прям величие, да? Думаешь, боже, неужели здесь кто-то может еще учиться? Такое ощущение, что я вообще в Петергофе. Правда? Это как будто Петергоф и сейчас фонтаны вот здесь где-нибудь. Ага. Есть такое. Да-да-да-да. Очень красиво, конечно. Мы живем вообще рядом с этим, да? Сколько? Шесть минут. Шесть минут. Представляете, мы живем рядом с этим местом. Вот какие-то тут монументы. Подожди. Ведь это знакомые все лица. Это какие-то ученые такие, которые, наверное, создали этот университет когда-то. Так, подожди. Это автор. Автор чей? Кто создал здание, что ли? Кто эти скульптуры? Родин сделал. Да, Августин Родин сделал эти статуи. А кто это статуи эти, мы не знаем. Какой-то Юстаж СТП. Ну, в общем, какие-то тут известные дяденьки. Такие стоят. Сейчас камнями закидают, скажут совсем, что ли ты, дура, не знала. Кто такие? Ну, не знала. Теперь вот вам показываю, может, вы знаете. Вот, пожалуйста. Интересно. Так, кто это? Ну, вот, пожалуйста. Кто не знает, погуглите. Кто знает, напишите. А, потому что... Смотри, какие у них, правда, глазницы пустые, да? Вообще, я вам хочу сказать, здесь столько этих витков, куда можно зайти. И причем везде так красиво, что не знаешь, куда бежать, куда и заходить. Здесь просто такие сады. Вот, пожалуйста, велосипеды стоят. Ну, это, да, действительно, они учатся от урока до урока, наверное, они ездят. А здесь вообще похоже на Италию какую-то, правда? Есть немножко. Угу, так красиво. Пожалуйста, это все продолжение. Посмотри, какие ягоды, или что это? Растут желтые. Может, волчьи ягоды какие-нибудь? Нет, это эти. Апельсинчики. Да, не знаю, как они называются. Да, они такие, как вкусы апельсина. А там лишние наверху вообще спелые-спелые? Под солнцем. Вот мы опять куда-то вышли. Вот такая вот башня стоит. Аня говорит, что там туры проводят. Хотелось бы, конечно, набрести хоть на одного ученика и спросить, как им нравится здесь учиться. Ну, конечно, вопрос был бы глупый, нравится им или нет. Ну, хоть что-то бы рассказали нам. Может, мы кому-нибудь найдем, кому-нибудь пристанем. А может, нет. Посмотрим, повезет нам или нет. Вот, пожалуйста, билдинг 240. Вот чему учат в этом здании. Французскому, итальянскому. Всяким культурам учат здесь. В общем, культуры и языки в этом здании. Видите, как романтично снимается пара на фоне всего этого. Какая красота. Боже мой, тут все, конечно, не обойти никогда. Никогда. Я иду и снимаю хоть все подряд. Но все подряд не получится. Во-первых, не хватит, конечно, и батарейки. Но вот я снимаю ее вокруг. И, конечно, красота безумная здесь. Вот эта вот церковь стоит здесь, прямо на этом кампусе. Мы, наверное, туда зайдем. Не знаю, можно ли будет там снимать что-то. Пожалуйста. Наша звезда позирует. Вот такая вот церковь. Посмотрите, все здесь в цветах. Какие лавочки. Да? Пожалуйста. Студенты сидят и обсуждают лекции. Идем вместе с вами. Куда идем, не знаем. На что наткнемся, не знаем. Во что упремся, тоже не знаем. Но куда бы ни уперлись, везде красиво. Птички поют. Я не знаю, слышно вам или нет. Вон, какое дерево красивое. Такие, прям как розы. Конечно, я вам хочу сказать, во Флориде такого нет. Хотя я вообще думала, что у Артема, у моего, очень шикарный университет. Он и есть шикарный. Но, конечно, если поставить эти два, то это просто вообще взрыв мозгов какой-то этот университет. Я думала, у моего Артема он огромный. Но я хочу вам сказать, что у Артема просто школа номер 32 по сравнению с этим университетом. Все здесь фотографируются. Это такой известный университет от Стэнфорд. Давайте я вас нестю. Ну, вот это вот здание, видите? Джон Блум. Earthquake Engineer Center. То есть, здесь центр, они здесь изучают землетрясения. Пожалуйста. Ну, такое здание, ничего такого в нем нет. Там нечего смотреть. Видите, этот кампус, он даже улицы имеет. То есть, заворачиваешь с одной улицы на другую, чтобы найти урок, где у тебя будет. Вот настолько они огромные. Вот это вот студенты ездят по компасу. Или учителя. Здесь вот. Все понятно. Там школа инженеров. Вот бьют колокола. Ну и, конечно, я не успела. Пока включала камеру, колокола перестали играть музыку. Очень красивая, старинная такая колокола. Ну вот. Вот тоже там студенты сидят у кафе. Тоже, видите, такой, как дворик. Трава, конечно, как, знаете, для гольфа. И... Так, а это что у нас? Белка или... Да, белка. Такие белки большие, черные. Я уже показывала белки. Так, сейчас, секунду. Калифорнийские белки. Большие, конечно, наши маленькие совсем по сравнению с этим. Вот, пожалуйста, мы вышли на другую сторону кампуса. По-моему, здесь всякие кафешки. И с этой стороны тоже кафе. Там очень красиво, конечно, приятно. Видите? Тоже очень много велосипедов. Велосипеды здесь, конечно, очень большими такими этими рядами стоят. Всякие йогурты, фрукты, йогурты. И вот, смотрите, все, что хочешь кушать. Любой ресторан. Написано и сабву, и салат. Старбакс. И Старбакс. Все, что хочешь. Такая вот территория. И мы обошли, наверное, процентов 20 этой территории, да? 10. 10 процентов. Да. Так, поймали мы одного студента. Не поймали, а, конечно, спросили очень-очень вежливо. Не ответил бы он на пару вопросов, и он любезно согласился. What is your name? My name is Irving Rodriguez. Okay. And where are you from? So I was born in Mexico. Okay. But I live in Chicago. I lived there since 2001. That's cool. So, да, он родился в Мексике. А вообще он как бы живет в Чикаго. How long is California? So I've been here just for three years, since I've been here at school. So your student is Stanford? Yeah. Okay. And you are here third year. Tell me, how you feel to be a student at Stanford? It's awesome. I love it. It's really nice that, you know, you have like a top-tier academic institution like Stanford, but at the same time, you know, you have so many perks of being here. Like, I don't know how many schools you can go to in February and be sitting outside and doing work. That's cool. And, like, yeah, yesterday I went to the San Francisco Orchestra with my dorm, which is something that I would never do on my own. So there's like a lot of opportunities. That's cool. So how did you get to the Stanford? Tell me. So I just applied here. So you have to apply your senior year of high school. And you fill out, like, a common application, but you also have to write three supplemental essays for Stanford. And then once you submit everything, then they'll let you know by December. In my case, I applied early, so I knew by December that I was going here. Okay. Did you get scholarship for that? Yeah, yeah. So I'm on a full ride from Stanford. Oh, wow. So you don't pay nothing? No, not at all. Do you have any idea people who pay how much in a year they pay? So the annual cost for tuition and room and board and with everything involved is around $60,000. Oh, it's not bad, actually. No, I mean, like, that's pretty high for... It's high, you know, because I was imagining it's much higher than $60,000 because my son in Florida, he... Yeah. I forgot what name he is. He has, like, $60,000 also. Oh, really? It's a private college. Yeah, yeah. I was imagining here it's, like, $200,000 or something. No, not for a year, no. I think, like, all the Ivy Leagues and the top-tier schools pretty much, like, cap off at around the same price, like, over $60,000. But tuition goes up every year, so it's actually, like, a big issue here. So it's no way you would be able to pay and, you know, take money, like, you know, people borrow money from government. It's too much, right? No, not for me. Yeah, it would be way too much. So do you see people who pay for... Yeah, there's a fair amount that just fund everything out of pocket or with loans, but I do think that Stanford gives aid to some, like, 70% of students here, even though that might not be, like, a full ride. I think, like, most of the students do get at least, like, some help from the school. Okay, so is it hard to be a student here? They give you a lot of homework? Yeah, it's very difficult. It's definitely very fast-paced and you have to stay on top of your work. And the classes are very difficult, no matter, like, what field you go into, in humanities or in sciences and technology. What do you study? I study physics. Physics. So what is after university, when you finish, when you graduate, who are you going to be? Like, what's your profession? Right now, I'm actually still deciding, but I really want to try to go to grad school for physics and try to get a PhD and then maybe see if I can carve out a job in academia, like, be a professor. Oh, wow, that's amazing. So do you have brothers or sisters? I do, I have an older brother and older sister. Where are they in America? They're back in Chicago. Okay, so are they coming to this school? No, they're older, so they're already out of school. So you're the only one in Stanford? Yeah, yeah, I'm the only one. So your parents proud of you, right? They are, yeah. Oh, my God. It's tough, though, being away from them for so long. Of course. How many years is left to be here? So I'll be graduating next year, so next June. So I have, like, a little bit over a year left. Okay. Wow, you cannot wait, right? Yeah, I mean, like, it's tough. It'll be tough leaving, but it'll definitely be very exciting to leave on to, like, the next part of my life. So did you find a lot of friends here while you were in the college? I did, yeah. I mean, there's so many unique people. There's people here from all over the world, all over the U.S. And everybody has, like, their own unique story. So it's really cool getting to know a lot of people. And I feel like I've made some really good friends. So do you have something, do you do here something for fun? Yeah, so I play club soccer with the team here. And so we practice a couple times a week and then we play games on the weekends, which is really good to get away from all the homework and all the academics. Okay, and do you have a girlfriend here? No, no, I just got out of a relationship last quarter. It's hard, like, with everything, balancing school and extracurriculars and a relationship. Yeah. But it's possible, yeah. Yeah, yeah, it's better without it, because you need to focus on everything, right? Yeah, wow, this is so awesome. Yeah, and Stanford is great. It's definitely, I think, very unique in the world. I think this is, like, one of the best schools. So that's what I heard. Stanford, it's only one step lower than Harvard, right? I mean, I think Harvard has a lot more prestige. I think it's more recognized worldwide, but in terms of, like, the standard of education, I think that Stanford is right there with you. Yes, I think that's right there. Yeah. Wow, so you're going to have diploma from Stanford, so any door going to be open for you. Hopefully, yeah. Yeah, it is. Yeah, yeah, but you still have to work hard while you're here, until you get to degree. That's awesome. So you think that you're going to come back to Chicago to work, or you want to stay in California? What do you think? Oh, I think California is very expensive, so... Yes, it is. But you're going to make a lot of money. Hopefully, yeah. Yeah, I think it would depend on the job that I get to convince me to stay here in California. But I'd want to travel, I think, a little bit, so maybe get to know, like, New York, find a job there, somewhere on the East Coast, or even internationally, honestly. Maybe, like, go to South America or Europe, try to find a job there. Yeah. I just remember the name of my son's university. It's Stetson University. Oh, yeah, yeah. Oh, my God, I was like, what a shame. My son's university, I don't remember the name. Yeah, it's a good school. You heard about it? Yeah, I've heard about it. It's definitely smaller than Stetson University. Yeah, it's a private, yeah. It's still very well-known. So, listen, this campus is so huge. Yeah, it's amazing. How do you go from building to building? Well, I mean, like, if you look around, you see, like, all the bikes that are in the building. Do you use it? Yeah, yeah. So, it could be, like, one class in one building and another class in a totally different site? Pretty much. The Stanford, like, the campus itself is really big, but where the classes are isn't actually, like, all that split apart. So, to bike from one class to the other, like, the farthest you'll have to bike is, like, five minutes, maybe. So, you can take just, you can grab just any bike or it's some bike will assign to you? No, everyone, yeah, everyone has their own bike. Oh, okay. You just, like, buy one when you first come here. Oh, you buy one, okay. Yeah, yeah, yeah. Some people, actually, like, still walk, and it's not too bad. Okay. Yeah. Wow, so, thank you so much for your time. Yeah, for sure. It's very, very interesting. Yeah, I'm glad you guys are busy. You can take a tour if you haven't. Yeah, that's what we do, but I don't think we can walk everywhere. It's too much. Yeah, it's really big. Yeah. It's a good campus, so I'm glad you guys are busy. So, where do you eat? Do you eat usually in here and that place, or do you have a lot of places more? So, usually the dorms have their own cafeteria, so I usually just eat there, but sometimes I come here, sometimes... So, in dorms, it's everything included? You don't have to pay? Yeah, I mean, you have to pay for it. It counts as your room and board. Okay. Yeah, you have your food there, and you have your bedroom there, and your roommate. I'm proud of you. Thank you very much. I actually appreciate that. That means a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Ну вот, мы вышли с кампуса, немножко погуляли. По этому университету встретили, к счастью, студента. Буду сегодня переводить разговор со студентом, потому что он говорил очень тихо и говорил очень быстро. И я думаю, что многие не поймут, что он говорил. Обязательно переведу. Хоть немножко, но переведу. А вот уже у нас заходит солнце. На улице очень приятно и красиво. Люди отдыхают, видите. Здесь, конечно, очень много семей приходит с детьми. Дети катаются по травке, бегают, кувыркаются. Очень здорово. Вот так вот. И это был Стэнфорд Университи. Университет Стэнфорд. Очень известный университет. Спасибо, что были с нами. Следующий сюжет вас ждет не за горами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok